Сегодняшнее совещание районного актива ввел первый заместитель глава администрации СССР Мамаев, который вначале ознакомил присутствующих с обстановкой в республике и районе. Только что в кабинете у главы района Джамлад Шапеевича проводилось совещание, на котором присутствовал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольства республики Дагестан, Канакайф Адихан Ярошевич и директор Дагстиль Хострой Юсуп Магомед Дубегович. Тема обсуждения была «Кокусное развитие сельских территорий». Были приглашены ряд глав ваших коллег-муниципалитетов, которые в этом году заявились уже на 2020 год по программе. Сегодня на совещании было принято решение, создается рабочая группа, и рабочая группа будет готовить уже по этой программе на 2021 год. Далее Мусима Ресултану, управляющий делами администрации, информировал о значимых мероприятиях, которые прошли в республике и районе. 30 сентября в данном Министерстве по земельным и имущественным отношениям в республике Дагестан состоялось совещание рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти республики Дагестан с органами местного самоуправления и территориальным управлением Росимущества в республике Дагестан по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рабочее совещание принял участие заместитель главы администрации муниципального района Муртузариев Нурмула Гасанович и начальник отдела имущественных отношений администрации муниципального района Абакарова Ченетка Малдинова. 30 сентября в здании Министроя Республики Дагестан под руководством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Абакарова Ибрадима Луича состоял совещание по вопросу реализации на территории Республики федерального проекта «Чистая вода». В рабочее совещание принял участие первый заместитель главы администрации муниципального района Мамайя Багаутин Гаджимурадыч. 30 сентября в здании администрации муниципального района по инициативе администрации главы правительства Республики Дагестан состоял совещание в режиме видеоконференц-связи под руководством руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан Иванова Владимира Валерьевича по вопросам реализации приоритетных проектов «Мой Дагестан. Моя вода. Мой Дагестан. Мои дороги. Комфортная городская света» в работе с электронного совещания по участию глава муниципального района Салав Джамалад Шабеевич. 1 октября в заседании администрации муниципального района по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан состоялось выездное совещание по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами и подготовки земельных участков для размещения мусоросортировочных комплексов в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Открыл совещание глава муниципального района Салав Джамалад Шабеевич и предоставил слово для дальнейшего введения Министру природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Карачаеву Набиулле Адулман Апычеву. 1-2 октября в Советском районе прошло командно-штатные учения по контролю проведения мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. В муниципальном казённом учреждении управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки муниципального района были отработаны все команды и поставлены задачи оперативного штаба МЧС Республики Дагестан. 2 октября в студии ВКС муниципального казённого учреждения управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки муниципального района состоялось селекторное совещание по обсуждению механизма взаимодействия органов управления системой гражданской обороны чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. В работе совещания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Бакиев Имам Паша Кучукович. 3 октября в здании администрации муниципального района по инициативе Мини-имущества Республики Дагестан состоялось в совещании в режиме видеоконференц-связи под руководством первого заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Алиева Мурада Аслановича по вопросу задолженности по арендной плате арендаторами недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан. В обочи совещания приняли участие заместитель главы администрации муниципального района Муртазарь Имам Паша Кучукович и начальник отдела имущественных отношений администрации муниципального района Абакарова Джанетка Могиновна. 4 октября в Центре традиционной культуры народов России и муниципального района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. От имени главы муниципального района поздравил и выступил с приветственной речью первый заместитель главы администрации муниципального района Мамайев Багалович Мурадыч. В части церемонии награждения, отлетевшиеся за трудовые успехи, работники учреждения образования были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации муниципального района. 5 октября в зале совещаний отдела МВД России по Советскому району состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Работникова Уголовного Розыска. От имени главы муниципального района личный состав работников правоохранительного блока поздравил и вручил наградные материалы администрации муниципального района заместитель главы администрации муниципального района Бакиев Мамбаша Кучокович. Багалович Мурадыч, общественно-правческая ситуация на территории муниципального района спокойная, очагов возникновения конфликта на детстве, акции не зафиксированы. Мусим Али Султанов также ознакомил присутствующих с протокольными поручениями. В соответствии с протокольным поручением за номером 36 от 10 октября 2012 года поручить Бакиеву и Мамбаши Кучоковичу рекомендовать главам сельских поселений. В соответствии с протоколом заседания Межредственной комиссии по профилактике правонарушений предправительства Республики Дагестан от 29 мая 2012 года за номером 1 подготовить проекты нормативно-правых актов, регулирующих порядок материально-технического обеспечения деятельности кондинирующих органов по муниципальному образованию. Опираясь на часть 5, статью 8 закона Республики Дагестан от 8 июня 2015 года за номером 60 о народных дружинах Республики Дагестан, а также механизм порядок поддержки народных дружинок за счет средств местных бюджетов. Часть 3 статья 11 закона Республики Дагестан от 8 июня 2015 года за номером 60 о народных дружинах Республики Дагестан. В дни проведения массовых мероприятий активно привлекать добровольные народные дружины к охране общественного порядка по профилактике правонарушений, совместно с территориальными отделами МВД России на районном уровне привести в соответствие реестр численности добровольных народных дружин с целью уточнения их реального количества на территории муниципального района. Целит повышение эффективности работы подразделений уполномоченных участковых полиций и территориальных органов МВД России на районном уровне по профилактике правонарушений и преступности, принять меры по исполнению требований пункта 33.1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года за номером 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, частью 7 ст. 48 Федерального закона о полиции, части представления помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового полномоченного полиции. Информация об исполнении настоящего решения направить в Межридовскую комиссию по профилактике правонарушений при правительстве Республики Дагестан срок исполнения 1 НВД. По данному вопросу информация подготовлена по Киеву и Мамбашеву Чоковичу. По вопросу народных дружин у нас 42 населенных пунктов созданы. Народные дружины численностью 237 человек. Ранее они были 1500, но с учетом того, чтобы реально они на местах работали, нами было по согласованию с главой принято решение, скажем, на своем пункте от 5 до 8 народных дружинников. Добровольная народная дружина в соответствии с федеральным законом 44-2014 года внесена в региональные реестры народных дружин. И выдано свидетельство МВД по Республике Дагестан номер 22-941-2016 года. И по становлению главы муниципального района утвержден устав и положение добровольной народной дружины. По этим вопросам, в принципе, а так они во всех мероприятиях, особенно на фронтах, главы сельских поселений эту работу проводят, и они принимают участие по охране общественного порядка совместно с сотрудниками болезни. По этим вопросам, в принципе, насчет обеспеченности участкового полномочия, в полиции этот вопрос ранее поднимали информацию, мы передали в правительственную комиссию по правонарушению. И также наш глава там был докладчиком. Все участковые полномочия, все сельские поселения и главы знают, что этот вопрос у нас решен. Где нет кабинетов в соответствии с требованиями, главы сельских поселений им предоставляют для их профессиональной деятельности служебное помещение. Порочить Бакиеву, Монташеву, Чуковичу, Гамиду, Саиду, Физулаевичу, рекомендовать Кочелаеву, Матрасу, Латаючу, главам сельских поселений, соответствующие частью 9 статьи 8, частями 1 и 5 статьи 9 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях, 26 сентября 1997 года, заново на 125, разработать и утвердить уставы религиозных организаций, расположенных на территории муниципального района. Провести государственную регистрацию объектов капитального строительства религиозного культа, расположенных на территории муниципального района. Разработать и актуализировать паспорта антитерийской защищенности объектов религиозного культа. Срок исполнения оперативно. Павел Игорь Джумрадович, по данному вопросу информация подготовлена. Уставы религиозных организаций, у нас 41 уставы уже обновлены, они фактически были во всех, но муфтията в республике Дагестан, там были внесены изменения, и по их рекомендации мы их занимаемся обновлением. Сейчас у нас осталось 14, здесь у нас сведения все есть, но с ними у нас специалист по делам религии Саид, то есть Гамидов, работает, и на днях он выйдет в Минюст. В принципе, работа здесь у нас нормально идет, это будет завершено. Поручить Вортузалиеву Нурля Касановичу, Алкомату Укальбеку Джиллогеновичу рекомендовать главам сельских поселений в соответствии с выпиской из протокола от посетания правительства Республики Дагестан под руководством председателя правительства Республики Дагестан, Зубнова Артем Алексеевича, 23 июля 2017 года, за номером 7, по обсуждению мер по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан, обеспечить размещение реестров контейнерных площадков на официальном сайте муниципального района, обеспечить размещение на контейнерных площадках информации о региональном операторе с указанием его контактных телефонов, обеспечить подбор и выделение земельных участков для размещения пунктов по приему вторичного сырья, организовать места для размещения контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов в сельских поселениях муниципального района, активизировать работу по осуществлению муниципального контроля в сфере обращения с отходами в строк исполнения оперативно. Бакалдин Гаджи Мурадович, по данному вопросу информация подготовлена у Артазалиева Нургая Гасановича. Мы прекрасно знаем, фактически неделю нет, как мы здесь в этом зале обсуждали вопрос, с министром экологического и судьбы, что укорочаем. Этот вопрос актуален, еженедельно на контроле и главы республики. Пока мы не проработаем вопрос контейнерных площадок и места, где будет прорабатываться, это все, и на постановый завод, этот вопрос будет актуален, еженедельно будем обсуждать. Сегодня какая работа проводится, я еще раз познакомлю вас. По мере завершения обустройства контейнерных площадок, рейстр контейнерных площадок размещается на сайте муниципального образования. По социальной на 7 октября размещено 17 реестров контейнерных площадок. Это у нас 17 муниципальных образований, 23 контейнерных площадок на сегодня уже устроены. После обустройства контейнерных площадок в администрации сельских поселений будет размещена информация о региональной операторе с указанием ее контактного телефона на контейнерных площадках. Органами местного управления 37 муниципального образования проведена работа по определению земельных участков для размещения контейнерных площадок по сбору термин-коммунальных отходов. Остальные пяти ведутся работы по завершению. Цель обусиления контроля сферы обращения термин-коммунальных отходов на проводится ежедневный мониторинг и обустройство контейнерных площадок в сельских поселений. И ежедневной информацией идет в Министерство ФИКХ и это вопрос на контроль. Те поселения, которые отработали 17, остальные 72 поселения нужно создать контейнерные площадки. Ежедневно мы будем в связи и по мере как обустроить площадку вы докладываете ЖКХ. Далее руководители структурного подразделения отчитываются о проделанной работе за истекшую неделю. Со столб из риса Загалова, начальника управления сельского хозяйства, завершилась уборка винограда. Двух окружающихся 1 гектара составил 140 сантиметров. Убрали винограды на 432 гектарах. Общий балл 6.150 тонн. И средний урожайник составил около 140 сантиметров гектара. Продолжается уборка риса на сегодняшний день урожайник 100 гектаров. Средний урожайник около 40 сантиметров гектара. Завершилась уборка овощей, кукурузы и подсолнечника. Кукурузу убрали с площади 3950 гектаров. Средний урожайник составил 45 сантиметров гектара. Подсолнечный 4714 гектаров. Средний урожайник 12 сантиметров гектара. Продолжается похота под урожайник 2020 года. На сегодняшний день урожайник 13300 гектаров. Началась пассивная кампания. На сегодняшний день уже пассивны 3100 гектаров отземных культур. И, как вы сказали, озвучили в начале совещания. Сегодня приехали в наше руководство. Места светлого хозяйства Республики Дагестан и так все построим. И озвучили эту программу, которую мы должны сейчас и озвучить для наших всех глав. Коротко хотел бы сказать про эту программу. Компорт в сельских территориях. 25-го года, 5-6 лет, мы должны по этой программе работать. Очень большая сумма для этого выделяется. И главное – это благотворение сельских территорий. Одна тема. Вторая тема – это создание инфраструктуры для новых поселений, для расширения поселений. И идет сельский облик, сельский облик, сельский облик, развитие всего села. По всем этим вопросам, чем большая вещь, а только что указали, не далась рабочая группа, считает, что у меня есть. По всем вопросам мы готовы ответить всем. Главное муниципальное образование заинтересовано всем лицам. Нужны у кого есть какие проекты, если есть, которые для сегодняшнего дня остались неиспользованы. И какие предложения есть на перспективу на предыдущие 2021 годы, 2022-2023 года. Какие предложения на каждом сельном пункте есть, мы тоже их будем рассматривать. И выносить, мы должны до конца года реестра таких объектов уже обозначить. И до марта должны предоставить такси ухостроек, которые повезут уже реестру в Москву и будут утверждать эту программу на перспективу. Конечно, для этого, конечно, нужно в первую очередь иметь агропаспорта для всех населенных пунктов агропаспорта. И по этому агропаспорту мы должны делать обоснования всех нуждающихся объектов этих населенных пунктов. И в принципе, мы такой агропаспорт должны делать и всего нашего района. Я думаю, со всеми местами потом будем работать. Насыщенная была прошедшая неделя для районного управления образования. Это и семинары, мероприятия, посвященные дню учителя, и школьные олимпиады. В прошлой неделе пошла у нас очень такая насыщенная. 3 октября на базе фронтовской школы состоялся республиканский семинар совещания на тему совершенствования форм и методов организаторов патриотической работы с педагогами и родителями обучающихся образовательных организаций. 4 октября в Центре традиционной культуры народов России прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику День учителя. Продолжается школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников, который проходит среди учащихся 5-11 классов. Владимир Владимирович на прошлой неделе докладывал, что у нас установили воркауты в 5 школах, и нам было заявлено 10. Все 10 на прошлой неделе установили. Все 10 воркаутов установлены уже. Со слов Али Мажидова, временно исполняющего обязанности главврача Центральной районной поликлиники, продолжается флюорообследование населения, выезда врачом и бюргат в населенные пункты и продолжается работа по медкабинетам. За истекшие недели в Посоле-Турской Центральной районной больнице было выполнено 1810 посещений, из них 685 детей. Продолжается работа под выдачей детского питания для детей до 3 лет и станет здесь исчезным слоям населения. Активно проводится флюорографическое обследование населения района. За эту неделю обследованы 434 человека. Из них направлено дополнительное исследование, в структуре диспансия с патологией вектора 9 человек. Передежные флюоросмойки работы с селения Дзержинска и Могилевская. За неделю ветер национального пункта осмотра 800 человек. Во вторник состоялся выезд детской пряди, бригады с селения Индерей. Выявленные больные взяты на учет для дальнейших осыгранных лечений. Диспансеризация от 1 группы взрослого населения за неделю прошли 395 человек. На сегодняшний день готовый план выполнен на 76%. Врачами скорой помощи обслуждано 338 вызовов больным, из них 39 госпитализированных стационаров. В эпидемии основных в районе относительно благополучных за неделю зарегистрировано 1 случай кори в селении Покровской. В очагах кори проведен комплекс профилактических противопедемических мероприятий. В селении Кокрик зарегистрировано 1 случай эпидемического паротита. Порог вирусной инфекции не превышает нормативы. Прибывающий, по медкабинетам, пожалуйста, дайте информацию. Значит, по медкабинетам у нас 35 готовых уже лицензий. Завтра я выезжаю по тематурам, сказали, чтобы я приехал. Подождите, 17 у нас было готовых, так же? Плюс 18. Плюс 18. Да. Дальше? Значит, 5 отдали. 5 по договору? Да. Нет, 5 еще отдали. Еще отдали. Еще отдали. 5 по договору, остается еще 10 у нас. Также о своей работе отчитались Эльдар Гаджалиев, начальник управления социальной защиты населения, Абдулаев, начальник отдела культуры, национальной политики и туризма, Бушарий Магомаев, начальник финансового управления, Имамлик Андаворов, директор Центра занятости населения и другие. Ахмед Исаков, начальник отдела физико-культуры, спорта и делам молодежи, информировал о спортивных мероприятиях. На прошлой неделе у нас на стадионе Индерей прошла задача нормативов ГТО всеми работниками управления социальной защиты населения, ВВС, начальникам ВВС, физико-коллектив, в полном объеме все сдали успешно нормативы ГТО. Показали, как, например, также сдали нормативы ГТО и экологи. У нас их график составлен, так что в течение этого года все наши отделы, все работники будут сдавать нормативы ГТО и обороны. На прошлой неделе также у нас пошла рабочая группа. Это создано при АТК Хаслевского романа, все заинтересованные отделы, службы по противодействию идеологии терроризма, провели выездные встречи для активативных учреждений ГТО в ГТО и Индерейской первой школе. В рамках месячника по оперативно-профактической операции «Защита» учащимам были розданы баннеры, флайеры, брошюры по антитерартической тематике, футболки, значки, постельки, одними, молодежи, республики, регистан. Также у нас по линии проведения мероприятий на прошлой неделе прошел первый этап первого сотрудничества имени Алиборского по мини-футболу, среди малышей, юношей, в 2008-2009 году рождения. Сегодня начинается второй этап, это полуфинальный этап, и на этой неделе завершается и финальный этап. По линии участия спортсменов нашего района у нас с 5-го и 6-го числа в этом учреждении в районе проходил республиканский турнир по вольной борьбе сети юношей памяти 40-го России от его. Выезжали 5 человек, и есть призовые места. Это воспитанники Дюшича имени Аликорского. Также на прошлой неделе у нас прошло заключение 20-го открытого кубка города Махачкава по футболу, среди мучших команд. Наша основная сторона представляла команда села Корнают. Итого из 32 команд заняли второе призовое место. Работаем по плану. Основная работа сейчас команда готовится в эти выходные, то есть выезжает по ГТО Махачкава, в старший чемпионат Дагестана по сдаче ГТО. И в последней неделе, в течение этой осени, будет выезжать Махачкава по линии ГТО. Работаем по плану, и их вопрос нет. Зухра Али Султанова, начальник управления экономики малого предпринимателя и инвестиций, говорила о налогах. Владимир Джуманович, перед вами лежит информация. Это наши итоги уже за 9 месяцев. Уже к окончательной итоги. Здесь мы располагаем наши доходы на 129% всего, в том числе налоговые доходы на 128%. Такой показатель у нас спортировался за 9 месяцев. В разрезе налогов тоже идет все пока нормально. Единственное, нам сейчас придется очень хорошо поработать над единым сектором налога. Четвертый квартал, основной утром, надо будет съезд на этот налог. По поселениям нашему, можно сказать, 9 наших поселений уже справились с годовым планом по земельному налогу. И хотелось бы обратиться ко всем главам, уважаемые главы поселения. Сделайте, пожалуйста, чуть-чуть работу, усильте, добавьте по налогу на имущество и физических лиц. Тут у нас общий показатель слабее, чем по земельному налогу. Хотя и тут надо уходить, но лучше у нас идет слабее. Насчет неформальной занятости, по поводу неформальной занятости, у нас тоже очень активно мы за эту работу взялись. Работаем со всеми, с кем возможно это сделать. Результат у нас сейчас на сегодняшний день 75%. 65%, да? Да, да. Прошу, 54%. 54% было. Сейчас получилось количество 1144 человек. Это план у нас 1535. Я надеюсь, что мы, конечно, должны быть в этом расположении до конца октября, ну, может быть, где-то чуть-чуть коснемся ноября. Салим Джумаков, заместитель начальника полиции отдела МВД Российской Федерации по Советовскому району, доложил о криминогенной обстановке и говорил о отчете инспекторов перед населением за текущий год. За их следующей неделе записаны два факта незаконного права охранения и забыть наркотиков. Один факт на шесть и один факт на ДТП. Так, составленные протоколы за следующей неделе у нас 4.9.6, поднимение ГИБДД 4.22, поднимение ТЭК-24, из них ГАЗ-5, свет-19, по инициативе 4, снято пленыши, покрытие 20, задержа автотранспорта 7. У нас с 1 ноября по 30 ноября проходит отчет участковой полномочной полиции перед населением. Вот утвержден график, есть у нас главой медицинской образования Хасовского района и нашим начальником отдела. Я здесь ваши позвонки отчитаю. Так, селение Мусалу у нас 1 ноября 9.30, 1 ноября 11.00, Сагада, Кокрек, станция Карнамню, 1 ноября 16.30, Темираул, Гоксуатар, 2 ноября 9.30 и 16.30, Байрамаул, 3 ноября 9.30, Кенжаул, 3 ноября 16.30, Кутаны, с 5 ноября с 9.30 до 18.00, Новокастейк, 6 ноября 9.30, Садовая, 6 ноября 16.30, Костейк, 7 ноября 9.30, Пятилетка, 16.30, Батаюк и Машаул, 8 ноября 9.30, Покровская Абдурашвятар, 9 ноября 9.30 и 16.30, Могилевская, Петраховская, 10 ноября 9.30 и 16.30, Так, Эндерей, 12 ноября 9.30, Тотурбикалан, 12 ноября 16.30, Карнанют, Байрам, 13 ноября 9.30, Данух Артлов, 13 ноября 16.30, Казмаул, 14 ноября 9.30, Курушин, 14 ноября 16.30, Сулевкент Шагадан, 15 ноября 9.30, 16.30, Новососатли, 16 ноября 9.30, Ичичали, Тукита, 16 ноября 11.00, 16.30, Баматюр, 17 ноября 9.30, Кандаураву, 17 ноября 16.00, Севух Адрилтар, Кадрилтар Тутлар, 19 ноября 9.30, 16.30, Аксай, 20 ноября 9.30, Новосельская Кимсиюр, 20 ноября и 21 ноября 9.30, Чагратар Максов, 21-22 ноября 16.30 и 9.30, Новогогатлий, 22 ноября 16.30, Османют Симсир, 23 ноября 9.30, Ботащур, 23 ноября 16.30, Аджимагажатюр, 24 ноября 9.30, Советская Кимсияр, 24 ноября и 25 ноября 16.30 и 9.30, Дежинская Октябрьская, 25-24 ноября 9.30, Терочная Аккулатюр, 26 ноября 9.30, 16.30, Хамайор Барагничук, 28 ноября 9.30, 16.30, Солнечная, 29 ноября 9.30 и Нурадилова Цолода, 29 ноября 16.30. Уважаемые главы сельских поселений, прошу вас обеспечить максимальное количество людей, граждан, жителей, депутатский корпус, ваших сотрудников, у кого какие могут быть вопросы, мы будем отчитываться по каждому населенному пункту, какая работа проделана за год получается у нас. Также на совещании рассматриваются вопросы сбора налогов за землю и имущество, актуализации земельных участков и оксов. Некоторые главы уже выполнили годовой план по сбору налогов, говорит Богов Денгаджу Мурадович, а большинство завершает и план третьего квартала. Остается совсем немного до конца года и поэтому он призвал активизировать работу в этом направлении и обозначил приоритетные задачи. Основные задачи, которые есть, поставлены перед нами, это оксы, неформальная занятость и трудоустройство инвалидов, ну и транспортный налог. Что касается оксов, к каждому главе обращаюсь. Усильте работу. План у нас большой, но план надо исполнить. В любом случае мы его исполним. Усильте работу. Больше работайте с населением. Проводите собрания. Приглашайте на эти собрания учителей, медработников, соцработников. Еще раз говорю, вы главы поселений. Приглашайте всех. Пока. Пока.